Всем привет! Сегодня была в Хариша, смотрела квартиры и вывод напрашивается такой. Много и дурного. Ну, среди дешевых квартир в бюджете это трех с половиной. Действительно, есть что посмотреть. Семь квартир я видела, часть из них с людьми. Но сказать, что прям вот попалась какая-то супер крутая квартира, которую хочется прям снять, не сказать. Кстати, этот торговый центр уже совсем-совсем скоро открывают. Где-то до конца месяца планируют. Я не знаю, насколько это правда. Проверим. Вот, покажу вам парочку, что быстро в попыхах снимала. Ну, конечно, часть квартир просто не снимала, потому что снимать там было нечего. Все завалено вещами квартирантов или бардак полнейший. Ну, такое бывает, когда люди живут себя. Живут себя. Так что смотрим квартиры, а потом посмотрим, как повернет контент. Большая пятикомнатная в Хариши, которую пришли смотреть. Но перед нами были люди, которые уже вроде хотят ее забрать. Вроде ничего особенного, но спрос. 3,700 цена. Но это пятикомнатная. 3,700. Все везде доделывают, потому что квартирант жил три года. Но этаж низкий. Напротив дом. Мне кажется, мы ничего не потеряли, если те люди снимут. Еще одну квартирку показывала в районе Прохим. Дешевая. С маленькой кухней вроде на фотографиях. Сейчас посмотрим, как она выглядит в реальной жизни. Лобби приятное. Лифт, по идее, только один. В доме немного людей. Дом низкий. Квартирка очень хорошая. Кухонька. Она небольшая, но все есть. Салон хороший. Балкон большой. Кухня небольшая. Ну, она такая угловая. Балкон тоже. Размер его очень классный. И накрытый. Единственное, что вот что перед нами. Это вот такая вот большая какая-то стройка. Где много пыли. Хотя вид открытый и красивый. Сейчас. Просто сейчас строители не работают. Но когда работают, наверное, очень шумно. Заехали с Лерушкой в Карфур. Давно здесь не были. Ну, что ж, цены уже почти выровнялись. Арбузы по 2,50. Есть суперы сейчас, где арбузы по шекель 90. Так что хорошо было в начале. О, тут вино. Но мне нравятся здесь вот эти разные бытовые штучки для стирки. Это и возьмем. Есть, конечно, у них best price. Лучшая цена на многих товарах. Сейчас мы только начали. Пройдемся, глянем. Помидоры 3,90. Огурцы тоже 3,90. На шекель дешевле, чем в другой сети. Но помидоры отвратительные. Огурцы ок. Нормальные. Перцы цены как везде. А вот на фарш скидка 39,90. Говяжий фарш. И говядина часть синта. По 99. Все закончилось. Мевца акция на пастраму, которую любит муж. И которая здесь была по 14 шекелей. Сейчас она 26. Но все равно дешевле. В других магазинах она сейчас уже по 30. Из приятного в этом магазине осталась только французская мелодия, которая играет сейчас. Цены выровнялись. Так что ничего не поделаешь. Надо зарабатывать больше. Нет дешевых супермаркетов в Израиле. И никуда не будет. А вишенкой на торте является одна работающая касса на весь супермаркет. Ну, не считая кассы для инвалидов и экспресс где-то до 10 вещей. Но у нас побольше. Так что, да. Сэкономили. Деньги. Но не время. Мы тут приехали в парк погулять. Тут израильские дети такие щедрые. Уже целую пачку чипсов скормили для гусей и уток. Да, Валерий? Концерт. Давно мы не были в этом парке в Уракива. Около Шехтер и Ауры. Вновь ям. Тут прикольно. Давай, давай, еще приходи кушай. Мы тут уже час стоим около этих гусей и уток. Площадка классная для деток маленьких. Много зелени подросло. Реально год где-то здесь не была. Вечером здесь хорошо очень. Около уток. Все хотят. И птички слетаются на лакомство. И головастики. Видно, да, сколько их? Раньше здесь были золотые рыбки. А сейчас вот полный пруд вот этих головастиков. Это что? С них лягушки получаются? Или я что-то ерунду несу? Или это такие малюшки-рыбки, с которых ничего не получается? Просто такие они есть. Красиво как! Рядом с нашим домом нашла две прикольных вещи. Это пластик пикадон из хукип пикадон. То есть, чтобы сюда можно скидывать бутылки. Если не сами не сдаете их в супермаркете. Леруш, оставь там. А второй момент... А я выбрасывала последним временем. Вот, буду сюда приносить. Кто-то может сдавать будет. А второе, у нас тут есть компост когелоты. То есть, удобрения можете сюда закидывать. Ну как, испорченную еду, там отходы разные. Тут написано, что можно сюда бросать. Прикольно. И это будут использовать для удобрения растений. Можно даже самому брать отсюда и удобрять свои растения. Ну, наверное, и так. Не знаю. Но что-то очень прикольное. Конечно, разводит тут мух, мне кажется. Но, с другой стороны, оно никому не мешает. Потому что тут просто аллея и парковка. А здесь, ну, там дальше чей-то дом. Но, видимо, ему это не мешает. Такие вот дела колхозные у нас тут. А этот дом у нас так быстро достроили. Еще там буквально один этаж остался. А его уже достроили. Он ниже будет. Ну да, потому что верхний этаж уже оборудован. Ой, сооружен. Оборудовать будут со временем. Мы вышли с Лерушкой поиграть на площадке. И пока мы здесь готовим космонавтов космос. Всем хорошей недели. Пока-пока. И встретимся в следующих видео. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...